Криво А рыбка яркая, в душе медуза Искажение любви, искажение Искажение судьбы, искажение В отражениях кривых Полиция? Да, да, приезжайте поскорее! Советская, 34 Боже мой! Поскорее, пожалуйста! Он мне сейчас все окна повысаживает Иди, скотина! Кто-кто? Сосед наш Рындин! Опять, опять! Спасибо! Мы идем! Вот и посмотри! Ксения Владимировна, вас ждет отец О, подожди меня чуть-чуть, ладно? Быстрее надо шевелиться! Ну и что ты тут делаешь, папа? Мне что, тебя дома забирать? А в чем собственно дело? После вашего обручения с Вадимом ты что мне обещала? Что будешь вести себя достойно и оставишь всех этих кобелей в прошлом? Это всего лишь мой тренер по фитнесу! Мне наплевать, кто это! Ты сама выбрала Вадима! Ты сказала, что он тебе нравится! Я согласен с тобой! Он хорошей партией во всех отношениях! Я все это знаю! Меня ждут! Я могу идти? Ничего, подождут! Вы с Вадимом современные люди! У вас будут свои современные отношения! Я не добиваюсь от тебя домостроя! Но я тебе гарантирую, что Вадим не будет закрывать глаза на все эти твои похождения! Я понимаю, что речь между вами не идет о любви! Вот именно, папа! Между нами речь не идет о любви! И ты о ней, я думаю, что мало что знаешь! Ты, мать мою, не любила никогда! У вас с ней тоже был своего рода бизнес-проект! Вообще, я сомневаюсь, что ты кого-нибудь когда-нибудь любил! Ты, Ксюша, не знаешь этого! А поэтому не имеешь права об этом судить! Ах, я забыла! Была же первая любовь, да? Первая любовь трепетного юноши! Первое женское предательство! Открой ей дверь! Да я сама уйду! Сквайр и Треллини, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об острове Сокровищ! Ему хочется, чтобы я рассказал всю историю с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова! Указывать, где лежит? Держи! По-с-с-с… Ни за что, ни за что! Ну, Петрович, ну ты же меня знаешь! Да я пальцы вытру! Хватит тренгеть! Ну, расписывайся! Да ты к водке разбил! Давай, вот здесь уже! Ты уж прости нас, баб Клав! Оля вроде поезжать собиралась! Да! На учебу ей пора! А тут мы со своей бедой! Прости нас! А вот что ты со своими извинениями! Ну, не чужие же мы люди! Не посторонние! Прям не знала, что делала б я без вас! Вон, Оля! Сколько с маминой навозится! Баб Клав, а чё у вас случилось-то? Чё она в синяках вся? Ушла Оля из дома! Совсем ушла! Господи! Неужто Федька её так разукрасил! Вот и рад! Всю жизнь её ж пыняет! А всё из-за того, что вроде бы она не в их терентьевскую породу пошла! Ну, так прям Верка и Санька! Копия твой зятёк! А Оля-то ни в отца, ни в мать! Нет, я не хочу сказать, что Рая, ну, твоя! Да в деда она пошла! В деда! А вернее, в его мать! Сколько я Федьке говорила! Я ему фотографию этой прапабки показывала! Говорю, ну смотри же! Одно лицо! А он вбил себе в голову, что она не его дочь! Бедная девочка! Какой он рознь между детьми-то посеял! Баб Клава, а может, скажешь наконец, а кто Райкин-то отец? Ты мне лучше скажи, что я с Сергеем-то делать будешь? Опять пожалеешь? Как всегда! А? Не знаю! Не знает она! Ой, бабы-бабы! Ой, бабы-бабы! Эх! Здравствуйте, Валентина Денцева! Боже мой! Олечка, что случилось? А это я яблоки собирала и с яблони упала. Ничего серьёзного. Вот, угощайтесь. А вы мне за этот ключик. Ой, спасибо. А ключик Катюша взяла. А, ясно. Катя! Катя, это я! Ольга, как всегда, не вовремя. Ладно, скажу, что крепко спали. Может, вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У тебя это нет настроения уже три недели. Тебе не надоело? Катюша, я себя неважным чувствую. Слушай, ты как этой странной из своего Александровска вернулась? А может, я чего-то не знаю? Может, у тебя там безответная любовь нарисовалась? Калис! Пусть будет безответная. Только, пожалуйста, оставь меня в покое. Ладно? Ну, знаешь, тогда тебе только одна дорога. В реабилитационный центр. Дар Челентаны, хватит брынкать всю молодёжь. На горшки и в люлю. Валентина Денисовна, ну, пожалуйста. Всё-всё-всё-всё. На сегодня концерт закончен. Ты посиди пока. Да. Ну, что, красавица, не передумала? Всё-таки первая беременность. Аборт может привести к серьёзным осложнениям. Потом захочешь родить, а не сможешь. Я уже всё решила. После завтра к двум часам. Спасибо. Сеструху, выручай. Отвали. Верка, будь человеком. Мне деньги нужны, край. Работать не пробовал? Давай, поучи, поучи мне. Я, между прочим, работаю. У меня просто эти форс-мажоровые обстоятельства. Форс-мажорный придурок. Знаю я твои обстоятельства. Все деньги проиграл и с работы тебя попёрли за твои прогулы. Давай, вали мне некогда. Блин, ну, Верончик, ну хоть пятихаточку долгони, а? Ну, давай под процент. Я, я выиграю и всё тебе сразу отдам. Я сказала, не дам. Верочка, ты… Ира! Ладно, Верка, я тебе это припомню. Припомню, припомню. Вы скажите мне, Люди добрые, Неужто Устроен так мир, что мы Неприступные, гордые всегда Поддаёмся другим, не тем, Кого любим, лилием, Кого Посвящаем весне чужие Ласкают и греют, а милые Ждут в стороне Да нет же, у меня не получится. Тут моя соседка учится как одержимая. Ага. Причём здесь твой друг, её мальчики не интересуют. Разве что умственно отсталые или сиротки несчастные. Ну что-то не понял, специальность у неё такая. Да. Ладно, мне на сборы нужно всего лишь пятнадцать минут. Ой. Олешка, а ты в институт сегодня не пошла? Здравствуйте. Случилось что? Нет, всё хорошо. Да жутко, да страшно, но что уж Поделать судьба Был в жизни Моей кто-то важный Теперь Не осталось ли Следа Алло. Бабулечка, это я. Оленька. Девочка моя. А что у тебя с голосом? Я сначала хотела сама, но я не могу сама. Понимаешь, мне страшно. Помоги мне. Да что такое? О чём ты? Я беременна. От этого гада беременна. Я уже взяла направление на аборт. Но я ходила, я думала. Понимаешь, я не могу. Он ведь маленький совсем, он беззащитный. Он уже живёт, а я его убью. И думать не смей. Да что? Это же частичка тебя. А отец? Ну и… И не важно кто. Малыш, ни в чём не виноват. Бабулечка, ну мне в июне сдавать экзамены и рожать в это время, как я всё успею? Не волнуйся, всё будет хорошо, мы с тобой справимся. Рожай. Буду я прабабушкой. Будут у меня две радости. Ты моя большая. И совсем кроха. Кроха. Я тебя очень люблю. Держись, дорогая. Я тебя очень люблю. Держись, дорогая. Машина. Машина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что ж ты делаешь? Старуху грабишь? Ты чё, Баб Клав, совсем уже на старости лет того? Я не граблю, я вон фотографию ищу! Мы просто с пацанами поспорили, кто из нас в школе всех длиннее был. Ну, вернее выше. Вот я и ищу доказательства. А что у тебя? Что у тебя в руках? Санёк. Эх ты, Санёк. Когда же ты успел в такую гадину превратиться? Не знаю. Не знаю, кому звонить. В полицию или родителям. Ты чё, старая? Какая полиция? Санёк. 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 Продолжение следует... Русские кроссовки, сорок третий размер, со следами крови, перчатки тканевые. Что же, ну не грохну, решил бабку завалить за триста рублей? Шевели поршнями, давай. Серёжа, Серёжа, возьми. Да вы что, не положите? Внутрь! Возьмите, пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»! Симон. Симон. Привет, бабульчик. Оленька, это я. Мама? Мам, что-то случилось? Бабушка. Её больше нет. Как нет? Что значит нет? Понимаешь, доченька, кто забрался вор? И бабушка. Это неправда. Алло, Оля? Олечка, я не слышу, Оля. Да. Когда похороны? Так это мы… Мы уже похоронили бабушку. Как? Почему вы мне не позвонили? Да за что же вы так со мной? Ой, Олечка, ты же нам телефон свой не оставила. А я вот только сейчас у мамушки нашла. Оля? 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 Алло? Бабулечка… Как же я одна теперь, а? Да. Знаешь, если родится девочка, я зову её твоим именем. Будет расти маленькая Клавдия. Ну, а если мальчик, пусть будет Володя. Тебе бы это понравилось, да? А чего тут продавать? Одни тряпки. Да так жалко золотые серёжки и цепочку. А ещё бусики элитарные. Я им так любила в детстве играться в принцессу. Да, Рензина, молодец. Ой, мамочка, мамочка. Жила-жила, а так ничего не нажила. Слышь, ма, а помнишь, у бабки такой этот медальон был круглый? Ты не знаешь, где она его прятала? Не помню. Да вообще не факт, что он здесь был. Бабка, скорее всего, его Ольке подарила. Олечка же любимая внученька. Олечка же такая хорошая. Хорошая. Она так похожа на прабабушку. На фото в медальончике. Да перестань ты. Ничего себе какие люди. Оля, наследство делите. Слушай, святая доченька, я… Ведь похороны же… Мы с папой в долги влезли. Девять дней ещё не прошло. Мама, ну ты-то как можешь? Это ведь твой дом, ты здесь выросла. Бабушка так тебя любила. Опа, а вот и медальончик нарисовался. Семью вернула? Быстро! Медальон мне бабушка подарила. Уважайте ей решение. Сейчас и в будущем. А кто это нас стоить вздумал? Шлюха из сауны? Прекратите вы! Оля! Здравствуйте. Я по объявлению по поводу работы. А, извините. Ну, что ты там выискиваешь? С такой внешностью, как у тебя, корячится за копейки глупо. Слышишь, тебя как угорелый по всему городу. За любую работу хватаешься. Лучше бы папика себе богатого завела. Алло, здравствуйте. Я по объявлению по поводу работы. Нет, извините. У нас уже вакансий нет. И что, вы в самом деле вот это будете? Мыть полы, выносить мусор, водососить мебель? Я в курсе, чем должна заниматься уборщица. Дедка, а вы в курсе, сколько у нас за это платят? Да, в объявлении было указано, меня устраивает. Понимаете, просто график удобный. Я ведь еще учусь, а общежитие мое в десяти минутах ходьба отсюда. Если вас все устраивает, тогда с завтрашнего дня можете приступать. О! Ты что наделала? Ты что наделала, дура? Ты что творишь? Простите, пожалуйста, я нечаянно… Ты мне испортила туфли. Простите, я не хотела. Ты хотя бы знаешь, сколько они стоят? Ну, хотите, я еще раз извинюсь. Ты засунь свои извинения знаешь куда? Думаешь, этого достаточно? А чего вы еще хотите потом? Мы разве с вами на «ты»? Род свою закрой. Ксения Владимировна, я могу вам чем-то помочь? Увольте ее. Немедленно. Она облела меня грязной водой. Ты уволена. Ты уволена. Давай, чеши отсюда. Что случилось? Привет. Где ты набрал этот персонал? Она облела меня грязной водой и еще хамит. Ну, ничего, я уже распорядилась, чтобы ее уволили. Уволили? Да. Пойдем. Никто не уволен. Как так не уволен? Любимая, в салоне распоряжаюсь я. Увольняюсь, принимать на работу. Ну что? А я? Простите, пожалуйста. А это кто? Вадим Литвинов, владелец нашего автосалона. Она хамила ты его невесте. Между прочим, дочери самого Голицына. Я никому не хамила. А извиниться? Не хочешь передо мной? За что? За что? За эту отвратительную сцену у тебя в салоне. Извиняйся. Я жду. Ксюш, мы же договорились. Ты не вмешиваешься в мои дела. Салон — это как раз те самые мои дела. Принимать на работу, увольнять — все это делаю я. Ну, тогда уволь эту противную девку. Ксюша, эта тема закрыта. Закрыта? Ну, закрыта так закрыта. Ух. Ты опять? Может, хватит уже? Федь, ну… Оля же дочка наша. Нету. Нету у нас больше такой дочери. Федь, господи, ну что ж ты говоришь, как можно? Можно. Еще как можно. Соседи вон до сих пор за спиной шушукаются. Уже почти весь город знает. Какого черта? Из-за твоей доченьки должны мои имя полоскать. Из-за моей? Ты что, всю жизнь ему так вот и ждал повода, чтобы отказаться от нее? Оля один раз только оступилась. Ни хрена себе оступилась. Да, оступилась. А нам нужно было сесть и поговорить с ней, и расспросить все. А не кулачищами сразу своими махать. А я, между прочим, на девчонках к ее ходила к подружкам. И они мне сказали, Оля, никогда ни с кем не гуляла. Никогда ни с кем. Так они тебе и расскажут. Всего бабы одинаковые, слабый напередок. Опять двадцать пять. Говорю тебе. Пойми ты меня, я сердцем человек, понимаешь? Сердцем. Ну, ну беда с ней. Мама, мама-то ведь вообще разговаривать со мной не хотела. Мама, мама. Ой, ой. Ну, я сейчас… Я скорую. Ну, давай. Дай там… Ой, в шкафчике… На, возьми. Давай-давай-давай. Все-все-все-все-все-все-все-все. Все-все-все-все-все-все-все-все-все… Ой, Филипп… А почему ты в офисе? Нет, я не буду тебя ждать. Хотя подожду. Эй, ты, как тебя там? Протри-ка стекла в мою машину. В мои обязанности не входит обслуживание автомобилей клиентов. О-хо-хо! Ух ты! Ты забыла, кто я, детка? Да? Кирилл, тут у девушки проблемы, она забыла, кто она. Видимо, внезапная амнезия. Иди сюда. Господи, послушай, ты же не хочешь со мной ссориться, правда? Ну что вы, Ксения Владимировна… Тогда уволю ту грянь. Немедленно. Но Вадим Викторович… Вадим Викторович не должен вникать в эти мелочи. Хорошо. Хорошо, вот. А если что, скажешь ему, что она ушла сама. С завтрашнего дня эта девушка у нас не работает. Вот и молодец. Вот и умничка. Ну, в этой модели это максимальная комплектация, и она является лидером продажа, извините. Ну, слушай, а где прежняя уборщица? Она уволилась. Ну, сказала, что нашла место получше. Синева постаралась? Угу. Найдите анкету уволенной уборщицы, позвоните ей и скажите, чтобы она вернулась на работу. Терентьева? У нас что, каждый день народ увольняется? Ну, в общем, не каждый. Что-то не так, Владимир Викторович? Это всё нормально. Здесь адрес есть? Да. Звонить не нужно, я сам. Здравствуйте. А подскажите, Ольга Терентьева, какой комнате же это? Здрасте. А вы кто? Работу хочу предложить. Правда? Угу. Ой, как хорошо. Оля, знаете, девочка очень вежливая, трудолюбивая, скромная. Вы возьмёте, не пожалеете. Работа приличная? По профилю. Проходите. Второй этаж, сто двадцатая комната. Спасибо. Угу. Проходите. Войдите. Ну, здравствуй, Оля Терентьева. Испугалась? Ну, может и правильно. Скажи, а что ты в моём салоне забыла? Ко мне решила подобраться поближе? Ещё денег заработать. Теперь уже шантажом. Я подрабатывала в вашем салоне уборщицей. Меня уволили по желанию вашей невесты. Ещё вопросы есть? Так ты теперь без работы осталась. Ай-яй-яй. Это можно поправить. Я сейчас ищу как раз новую секретаршу. Квартиру тебе сниму. Зарплату будешь получать. Хорошую. Ну так как? Благодарствуйте, барит, за столь щедрое предложение. Но не могу его принять. Боюсь не исправиться. Ну, па, знаете ли. Изыском французским я обочина, да и послушанием особым не грешу. Так что, извольте выйти вон. Что? Пошёл вон. Благодетель. Убирайся, чтоб я больше тебя никогда не видела. До свидания. Олег, привет. Узнал? Да, здорово. Слушай, я слышал, ты открыл детективное агентство. Нужна твоя помощь. Ну давай, до встречи. Здорово. 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 Забурел, забурел. Холёный, лощёный. Да и кто наговорил? Здорово. Ну присаживайся, рассказывай. Что ты, как ты? Может, за встречу? Позже. Я по делу. Ну, кто б сомневался. Тогда в сауне я понял слова этого Семёна. Буквально. Девушка решила подзаработать, продав свою девственность. Ну, такой недешёвый товар по нынешним временам. А теперь засомневался, всё ли так просто. Ну, сам по сути, девушка учится в нашем педагогическом институте. Да ещё на отделении дефектологии. Работает с детьми. Студентке приходится подрабатывать. Не только головой, но и другими частями тела. Да, я понимаю, но почему она тогда драйла полы за копейки в моём автосалоне? А не развлекалась каким-нибудь папиком? Потом ещё узнаю. Девушка отличница. По вечерам в клубах не тусует, а сидит в общаге за конспектами. Женская душа потёмки. Да, поэтому я решил её проверить. В смысле? Ну, если девушка настолько цинична, что решила продать свою девственность, то предложение стать моей секретаршей и переехать из вонючей общаги в съёмную квартиру, всё это она должна была принять с радостью? Ну да. Она меня выгнала вон. О как! Да, да ещё посмотрела на меня так, как будто перед ней не человек, а какой-то огромный слезняк. А мне, знаешь, как-то не очень приятно ощущать себя слезняком. В общем, сопоставив все эти факты, я подумал, что вся эта история не очень хорошо пахнет. Я только не могу понять. Ну, от меня ты что хочешь? Дружище, я тебя очень прошу, не поручай никому это дело сам. Поезжай в этот Александровск и узнай об этой девушке всё. Десять литров девяносто пятого. Что делает в такой дыре такая красотка? Куда смотрят местные мужчины? Они что, все ослепли, что ли? Да откуда они здесь, настоящие мужчины? Они вымерли, как мамонты. Ну, зачем вы так к нам? Присутствующих это не касается. А может, расплищем сегодняшний вечер вместе? Какой здесь самый лучший ресторан? Ну, пожалуй, Орхидея неплохой ресторанчик. Девушка, осторожней! Простите, пожалуйста, я не хотела, честное слово, простите. Делай колечкой, бери пример с колечки. Мне тоже всё время в пример младшего брата ставили, а он меня подставлял по полной программе. Обиду прощать нельзя. Подумаешь, родная кровь. Обидел — получи. Увела парня у сестры — получи. И получи по полной. Что, Оля, у тебя парня увела? Представляешь, меня! Я Артура ещё со школы любила. А он Ольке цветы принёс. Потому что Оленька же у нас умница. Оленька у нас отличница, скромница. А я показала всем, какая она у нас скромница. Просто Голливуд отдыхает. Давай выпьем. А давайте. Я хочу выпить за тебя. Ты какой-то такой хороший. Ты так меня понимаешь. А Олька им говорит, вот гляньте, у меня всё на мобильном есть. Мык-мык. А мобила-то и нету. Её Санюк ещё раньше у Ольки стырил. Короче, если бы Олька из дому не дёрнула, папаша бы её вообще пришиб. Что, тебе её совсем не жаль? Представляешь, ни капли. Дальше уже не интересно. Там она по второму кругу, личные обиды. Вот тварь, а! Что за тварь, а? Ты мне можешь объяснить? Ну как это возможно? Даже родной брат, это родная сестра. Это я тебе заберу. Спасибо, дружище. Спасибо. Давай. Привет, Вадим. Слушай, я тут подсчитываю наши грядущие доходы. Знаешь, что получается? Подожди, как ты разрываешь договор? Я салон купил, я начал делать ремонт. Ты объясни всё толком, Вадим. Димка, привет. Здравствуй, Валя. Заходи. Здравствуй. Выглядишь, как всегда. Прекрасно. Спасибо, мой дорогой. Присаживайся. Ну как дела? Спасибо. Всё хорошо. И дома, и на работе. Маречка, я по делу. Ну рассказывай. Есть одна девушка. Второй курс — педагогический институт. Ей очень нужна работа. Ну а кем тебе приходится эта девушка, что ты такая не печёшься? Маречка, это не совсем то, о чём ты подумала. И более того, я даже не хочу, чтобы она знала, что я принимаю участие в её судьбе. Гордый очень. Понятно. Поможешь? Ну тебе же нужны молодые, перспективные кадры. Да у меня учительница продлёнки в декрет уходит. Ну, наверное. Ну ты приводи. Приводи эту свою. Как её? Улью Терентьеву. Улью Терентьеву. Угу. Спасибо большое. Ну всё, я поскакал. Давай. Счастливо, Дим. Семён Борисович, можно? Ребята просили смету подписать по отделке в салоне. Ещё им нужен один выходной. Подотрись ты своей сметой. Случилось что-то? Случилось то, что всё обломилось. Полный облом. Семён Борисович, простите, я вас не понимаю. Я сам ничего не понимаю. Позвонил Литвинов и сказал, что разрывает контракт в одностороннем порядке. Согласно заключённому договору, если одна из сторон разрывает контракт в одностороннем порядке, она обязуется заплатить огромную неустойку. А он и согласен заплатить. Вообще он со мной разговаривал так, как будто он такой великий босс, а я так. Грязь под ногтями. Так что, бизнесу конец? Ни один Литвинов – бизнесмен в области. Ну-ка, давай, открывай папки по нашим другим проектам. Ты даже себе не представляешь, какое платье я видела в новой коллекции бигиэм-вистов. Ого, там верх почти строгий. Внизу несколько юбок из органзы, расшита стразами. Вообще я хочу, чтобы ты посмотрел. Потому что мне оно очень нравится. У вас института шерствует над детским реабилитационным центром. Молодые люди навещают детишек. Ты вообще меня слышишь? Да, конечно. Да? Инициатором этого благородного дела стала Ольга Терентьева. Сегодня она наша гостья. Здравствуйте, Оленька. Здравствуйте. Зачем? А мне надоело. Мне надоело смотреть всякую тягомотину. Знаете, как они нас ждут, как радуются каждому нашему приходу. Мы всячески стараемся облегчить их путь к выздоровлению, а в этом нам помогает творчество. Да, и спасибо большое всем тем добрым, замечательным людям за помощь, за умение чувствовать чужую боль и за умение сопереживать. О'кей, я её вижу. Требуется воспитатель продлённого дня для младших классов. Средняя школа, номер 28. Требуется воспитатель продлённого дня для младших классов. Требуется воспитатель продлённого дня для младших классов. Значит так, вначале будут стихи, а потом будет хоровод. Договорились? Держись сценарий. Ну всё, дедушка Мороз, я потом подойду. Здравствуй, Марюшка. Димка. С наступающим. Спасибо. Тебе также. Пойдём чаем напоём. Да мне некогда, я так только заехал поздравить. Да я понимаю, конец года. Скажи, пожалуйста, а как поживает наш перспективный кадр? Это что, про улицу Рентьева? Ага. Ну, пойдём. Сам увидишь. Пойдём. Пойдём. Я, пожалуй, сейчас бухнусь в пруд, потому что меня слабо держит. Дай-ка я, говорю я. Он говорит, валяй, а то я обязательно бухнусь. Я говорю, держите меня. Ну что? По-моему, справляется. И что, и всё? А что ещё? А то, что удружил ты мне, голубчик, я уже двух учительниц продлёнки отправила в декрет, и теперь Оля на очереди. Нет, мы хорошо держим. Это твой хлястик оторвался. Весь, с мясом. Я говорю, кладите мне его в карман, а сами держите просто за пальто, за хвост. Она беременна, что ли? Ну, как оказалось, рожать её в июне. Слава Богу, аня с учебного года. Ну что тебе сказали до канати? Выделить отдельную комнату в общаге? Да какое там? И так, говорят, места не хватает. Понятно. Что ты собираешься делать? Я деньги откладываю. С мая собираюсь квартиру снимать. Где-нибудь на окраине, там подешевле. А потом родится малыш, и мы в бабушкин домик переберёмся. Вот зря ты не хочешь найти папашу своего ребёнка. Ну пусть бы помог. Обойдёмся. Гордой ты слишком. Поэтому и проблем больше, чем у других. Здравствуйте. Вы к нам? Я к Ольге. Вы не могли бы нас минут на десять оставить? Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok